Прямой эфир он трудный самый прямой эфир он трудный самый Эфир он трудный самый прямой эфир. Ого, уже 500 человек пока мы там с тобой. Да уже 600 человек? 700 уже, соскучились. Всем превет. так всем привет попробую его всем привет всем привет давайте соберемся хотя бы тысячу хотя бы тысячу мы соскучились да очень прямо вот страшно соскучились и не сговариваясь подарили другу подарки потому что скучали он не подарил вот такой смотрите какая красота это я и борис борис любовь на веке друзья на веке а я александрову подарил рубашку это его бирюзовым красным шотиком называется а лимонный торт который скоро будем готовить апельсиновым соком здесь аккуратно порезаны лимончике отридаем всего так красиво да следующий раз мы так оденемся так привет 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 у нас очень жарко привет ростов-на-дону здравствуйте тысяча двести сейчас я пойду про троечки пуши я нифига не вижу было начал было так а все соскучились красавчик саша и красотка ника лимонадный джо кстати правильно так ну чего смотрите о чем такой маленький у меня гостей дофига собрался мне делать капустный пирог нормально полный дом народу это мне только один раз чихнуть над этой формочкой поэтому александр такой худой уже готовлю такими порциями придется увеличить какое мы увеличиваем форму в два раза вот это 20 сантиметров было 26 но в объеме считаете вы помните так что будет кричать достаточно не особенно плохо слышит а я сегодня особенно плохо вижу поэтому мне придется орать два ежа утром решил пойду поплавлю в море поплавлю поплавал поплавал и все вода заливать да ну вы знаете да что саша слуховой аппарат поэтому вот он да но у меня там да и и поэтому не а поэтому я буду орать и плохо видеть у вас охуенный повара слабослышащий и слабовидящий молдавия и у меня тут подумал вроде колдунья я учусь колдовать у меня невероятно получается вчера прилетали потом сохранил обязательно я устала невероятно гадать поэтому записывайтесь ко мне на таро если вы хотите а ну например кого-то развести вернуть не знаю я буду говорю когда вы шутка григорьичка вместе и вот у него напишем спасибо вера вера 30 процентов не смотрела там все правильно нет цыгане не могут учить никого цыгане могут прекрасный мужчина не слышу я считаю что то путина и достойно поверьте мне саша даже на стоимость на рынке вообще вырастает ровно четыре раза так смотрите я увеличиваю волевым решением заставляю александр увеличить все ингредиенты в два раза потому что у меня полный дом гостей еще вечером прибросся в гости на ужин он собрался мне делать такой вот пряник с капустой кто-то хочет делать еще больше еще больше до хватит уже куда-то хватит 1 2 3 4 7 человек это капустный пирог невозможно остановиться сейчас мы поругаемся подождите немножко дискуссия что готовите а готовим как обычно пирожные злося сейчас нам привезу свежего лося вот так родные злося с капустой с пряником и злося до пряник и злося у нас как обычно так ну чего да всем привет еще раз капусту подготовили сегодня готовим капустный пирог конечно всем мы любим пирожки с капустой пирожки с капустой и готовится они как правило из брожевого теста я сегодня решил приготовить оригинальный рецепт капустного пирога без брожевого теста пирог будет называться заливной а заливной это значит это будет жидкая она готовит очень быстро и не надо будет ждать три часа пока разворот это там подойдет александр сегодня невероятно зажигателен потому что он намочил уши и вообще он нифига не слышит поэтому можно говорить все что угодно и это прекрасно вот он маловато да в принципе для такого этого будет маловато ну давай побольше еще возьмем там же у меня полно всяких форм и мне я уже очень обожаю тех людей которые продают пирожные то есть он сейчас а в промышленном масштабе он жадничает мои продукты я привык чтобы ничего не оставалось чтобы все было потом лежал в холодильнике полтора ты продаешься это зависит лежалый пирог на них на 2 не лежит месяца жира сколько они приготовлю тебя сильная большая все наши заточили поехали поехали и так друзья мои смотрите мы готовим быстрый капустный пирог быстрый для дрожжевой если хотите врать его это можете в интернете посмотреть капустный пирог в инстаграм интернет заходите и там есть видео такое тесто у меня дрожжевое капустная начинка и потом так разрезаете и косой сворачиваете это будет совсем по-другому и у меня есть капустный пирог по рецепту татьяны толстой кстати очень офигенный давайте серая тима поэтому лучше разберитесь там какой вы возьмете да сейчас капусты полно творить поэтому готовьте но я хочу чтобы вы готовили быстро итак смотрите берем силиконовую форму обязательно ее нужно будет смазать помыть водой а почему всегда нужно чтобы не прилипала водой если берете обычную форму то на одно положите пергамент и по бокам смазьте маслом и весны посыпьте орехами панировочными они орехами с сухарями и все итак кстати 5 яиц так как мы увеличиваем все это в два раза значит мы с тобой сделаем 10 яиц значит для маленького пирога возьмите 5 яиц для большого 10 10 яиц нужно будет сварить давайте побольше там я приготовила маленький увеличиваем все в два раза если вы готовите на маленькую семью на маленький пирог то все это в половину 5 яиц яйца заливаем холодной водой и ставим на плиту отбавляем яйца все смотрят силиконовый не прилипает делать можно в чем душе угодно правильно такие формы есть такие используем так берем капусту значит для рецепта нам понадобится один килограмм капусты но так как мы все увеличиваем берем два у меня тут два с половиной ну ничего страшного будет два с половиной килограмма капусты значит капусту нарезаем режем крупными кусочками не мелкими потому что мелкие они потом превратятся в кашу будет такая консистенция неинтересно нам надо чтобы они режем крупно капусту так все режут силиконовая форма не вредна и нет силиконовая форма не вредна специально для выпечки мы даже профессиональные комиссии у себя на производстве используем силиконовые формы так сказать возникшей новой культурой на все подавать в суд а стали делать вредные силиконовые формы сажу все эти компании нормально и так режем крупно у нас есть ручьи замарки такой промостры так и режим капусту все режем капусту смотрите капустный пирог который мы готовим можно приготовить с капустой куда вы можете добавить грибы вы можете вместо капуста допустим взять кабачки кабачки и обжарить можете взять тыкву значит смотри нужно будет почистить две головки лука сначала мы обжариваем лук на сливочном масле на сливочном масле мы обжариваем лук и потом забрасываем туда капусту если вы готовите из дрожжевого теста то сначала дрожжи нужно будет как вы знаете в молоке это все полчаса стоит опара чтобы опара хорошо подходила добавьте немного сахара дрожжи не любят соль и жир поэтому только сахар молоко и пусть это подходит это очень долго я думал сделать как то думаю сколько мы будем делать этот пирог печь 103 а так этот быстрый капустный пирог монстр готовлю мы долго делать заранее делали тесто когда делали по толстой я режу две луковицы за 5 минут оба левши кто не отношения сона милите миссо но но они в своей ценовой группе они просто великолепная миссо на японские я потом берем сковородку разогреваем ее и добавляем сливочное масло где-то я думаю две столовые ложки стречесного масла нам будет достану я провела изумительного отпуск что мне дико нравилось там было прохладно но к сожалению а не было ни одного гриба но я китайских количеств покупала лисички и поэтому мы жарили с картошкой я естественно привезла на задницу три килограмма и сейчас мы вхожу в фазу активные диеты поэтому подписывайтесь на плане к 12 килограмм он снова заживет я говорила что это будет вечный каунт потому что это нормальный боби-цикл жереть худеть жереть худеть жереть худеть жереть худеть поэтому все мелко лук саш ну так нормально вот смотрите какая у нас жара у меня очки потеют класс у нас на улице плюс 30 кто не ходил в море плавать так хорошо водичка теплая народу никого у нас тут с этим коронавирусом монако пиками заболели лавиатуры заболел курсы закрыли на 10 дней ого и оштрафовали на 100 тысяч евро за то что люди там ели и потом танцевали на столах без масок и трусов пьяные люди танцевали на столах и там всегда когда люди накрывают сразу на столах у нас по моему просто бывает бывает нагрев короче кто будет дальше мы не знаем то есть за что то ведь масло я режу две головки лука я проводил свой отпуск на озере термиона в италии мне очень понравилось конечно было очень много туристов но озеро потрясающее оно было пресным теплым море терапии борис еще пригласите к столу чем дело а он видел сущность нам об этом рассказывал и так значит обжариваем на сливочном масле и так на сливочном масле обжариваем лук до мягкости мягкости меня очень саша такой красивый красивый совсем красивый я уже знаю что люди соскучились мне все пишут когда вы начнете когда начнете дайте какой-то отдохнуть немножко как я совсем крупно как ты лучше это потом я буду тушить смысле тушить тушить будем потом уже тушить давай я уже начинаю докладывать давай так ладно так я хотела покатывать я не могу одновременно и снимать такое вижу чтобы так ты меня тоже жалеет пишет ника тоже красивая спасибо большое добрые люди итак обжарили лук добавляем сюда капусту чтобы вы ели пирог и чувствовали вкус капусты она должна быть крупная если вы ее мелко-мелко нашимкуете она у вас превратится в такие ошметки и конечно для маленьких порошков хорошо мелко но для большого пирога делайте кусочки побольше обжариваем капусту вместе с луком на сливочном масле можете добавить немного о чем больше нас в тушене и французы говорят если вы хотите чтобы еда была вкусной готовьте все на сливочном масле и вообще французской кухне невозможны две трех интернет а еще раз три продукта которые художники употребляют белые белилами так плохие повара употребляют сливками даже чтобы вы не испортили если вы поймете полкило сливок это будет очень вкусно вот поверьте у нас варится чтобы сливочное масло не горело можете добавлять немного растительного масла нету нету и так чтобы сливочное масло не горело добавляйте алифтовое или растительное понятно почему потому что у них разной температуры горения добавляем капусту капусту готовим быстро капустный пирог я уже вам говорил что может приготовить капусту грибами можете грибочек отдельно поздравить тоже добавить в начинку можете к капусту добавить допустим отварную картошку тоже будет очень вкусно можете тыкву можете еще взять кабачки такая форма когда придется делать на две формы да еще больше поздно не дорогие делать и большую снимали мы будем делать два пирога так мы решили смотри его на все тушится тот так видно вам да у нас варится яйца а вот тут у нас стоит красивый саша какие-то вопросы да я буду мешать капусту а ты рассказывай давай да про яйца не забыть не забыли лично голодные гости но сушите у меня вкусно девчонки чё готовим чё готовилась я готовим фаршируем лося как обычно рулет из лося в белом шоколаде сегодня а еще нет предметов готовить начинку для вкусных дорогов воду кипятят и кипящую воду забрасываю капусту а и вода выпаривается нет работ валится там 3-5 минут и потом откидываю на воздух и я добавляю молоко а когда солить спрашивают солить ну в конце посолим мы посолим в конце многие холей когда готовят капусту начинку берут капусту нарезают посыпают или солью и руками как мантры приговорить будет у нас вкусный капустный пирог я просто ничего не слышу вот это как порезать кабачок мускат теперь по вкусу добавляйте мускат можете добавить прованские травы я не надеюсь прованские травы не всем попал в машине на если у вас есть розмарин очень вкусненько будет мускат можете добавлять перец короче вкусовые добавки добавляете по вашему желанию но я думаю по всему интересному у меня начинала тут чего у нас то есть нарезка вот мускат тебе мускат а здесь прованские травы а именно здесь прованские травы они всем попал в машине розмарины розмарин а свежие есть? есть конечно он куда вытащите сейчас я пошла в огород за розмарином и этим за диньяном да здесь в Провансе в Владимире его очень много растет как у нас лопухи также розмарин здесь на каждом углу растет розмарин тимьян итак мускат мускатный орешек видите я думаю что у многих он это привет а у многих он в порошке а у нас он натуральный значит как пользоваться привет с Атольем иди поздоровайся что вы пирожки с котятами опять готовите я только пришла смотрите какая красота пришла хеллоу вообще похудела трусы падают за два месяца на ревьере я похудела на 14 килограмм и все по системе ножки тоненькие трусы падают вот так мы это капустный пирог готовим итак смотрите сейчас я развернусь это Александровна пришла для тех кто не знает вот такая красавица орёт ищет меня итак смотрите мускатный Олег не знаю грей сейчас секунду что моя хорошая так вот я сбегала за розмарином и тимьяном пахнет он фантастически все сохраним не переживайте но если любите тимьян слушайте это вам есть кто любит то и делается Гришечка что ты хотела да капустный пирог готовим да я поняла котлеты из лося да да это моя массажистка для куриц пришла я должна была пожмакать наверное эту капусту пожамкать скажите чем ты массажируешь в масле в масле да посвящительно алиска вам органик био эко веган масло да экстра экстра вот покажите пожалуйста смотрите рекламная пауза девушка сидит активная участница аккаунта Белоника Геннадьевна в тени живот и покажи кубики понятно да у нее даже сиськи больше стали мы худеем так что она худеет мы вот так делаем такие упражнения и все весь жир уходит в грудь а да можем думаете что это не надо ну а девушка итак берем розмарин тимьян видите у него саду такая красота по какой системе наша красотка похудела по моей системе Белоника 12 килограмм какие-то жалкие 150 евро и вы иди сюда буквально за неделю в тени живот покажи задницу да станете такой видите причем уникальность моего метода в том что весь жир из задницы уходит в грудь а у некоторых голову понятно да ну вот у некоторых голову но это так это побочный эффект некоторые даже этого не замечают итак смотрите вот так розмаринчик ой тимьян как снять листики прям берете так так и снимаете остаются только одни булочки видите и вот эти листики мы добавляем по вкусу так скажи задницу я использую в этом раз и на матрас и на матрас а муж у тебя есть? ну муж когда у меня будет муж надо посмотреть расклад у нее мужик главный колбасный король в Молдавии это будет просто прорыв да и булочные хлебные заводы и колбасные вот с большим трудом он уже пролетал тут ее контролируют вот я пока держусь на том что нет рейса очень симпатичная я только что получала пиздюлей за то что не хочу сидеть на стыковке он говорит это отмазка я говорю нет это не отмазки я очень хочу домой ну скоро поедем конечно колбасные заводы колбасные не знаешь но итак розмарин сделали и теперь нарезаем ножницами как раз туда ароматская красавище привет сохраните эфир ни в коем случае поздравляю пирожки давай я же выберу так наливаем сливки молоко почему молоко давай сливки поймем ну давай сливки давай я делаю на молоке давай молоко в холодильнике да я уже не вставала я очень зажиточная так я утром скисшее молоко или лоб яйца зашиточное я очень зажиточная но забывчивая все 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 примерно где-то 100 миллилитров молока добавляем капусту и тушим да без розмарина делаете ну чего вы это я просто так как это для пуза нет лосей я развожу себя в бассейне такие карликовые лусь они каждый килограмм по 120 но они такие очень не чистые при этом так добавляем примерно 100 миллилитров молока и тушим на медленном огне потихонечку эту капусту тушится тушится так яйца у нас готовы снимаем с огня так снимаем с огня сливаем горячую воду заливаем холодные все как обычно ничего не нужно так яйца а я вам дарила рубашку лимонный пирог но она идет я думаю вообще каянскую деталью она будет более чем актуальна но она такая итальянская так яйца слили горячую воду и залили холодной водой пусть охлаждаются так убираем всю шелуху наводим в чистоту всегда работаем в чистоте никакой грязи в чистоте не обидит а что вы там едите-то? в силы мусор с пола опять подъедает так значит это все готово это все готово девчонки сливы едят это вкусная и сладкая да я просто съем сливы извините пожалуйста у меня очень вкусные сливы тоже из сада да молоко залили да там вот я разложила сливы так капусту выключаем тушилось все выключаем и обновила теперь в капусту нужно будет добавить соль и перец давайте соль по солю разворачиваем туши ее в молоке капусту о лучше стало тушить пробка прошла намочил суховый аппарат поклакался слишком ничего не слышно прекрасный день а мне запотели очки такие два глухой что порубили пальцы не было тебя что больно что добавляем соль и перец 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 а вот перец на соль перец мускат мы уже добавили романские травы мы добавили так для тех кто только начал смотреть обдарили луккинули капусту а правильно тимьян розмарин теперь посолили готовы капустный пирог добра или 100 миллилитов молока Гуркина ты придумываешься кто такая Гуркина я не знаю это Куркина придуривается молоко как следует выпарать да прекрасно выпарать и выпарать я тут уже несу так теперь берем свежую зелень зелень петрушки или кинзы вот такой пучок и нарезаем его мелко так девчонки что вы там смеетесь Ника делает большой кофе в маленькую чашку и мы радуемся очень ее способностям как дети свежая зелень а если нет свежей зелени есть не свежая зелень можно ли использовать не свежую зелень нет только свежую зелень ай чего ничего итак вот эти булочки мы убираем я обычно когда варю картошку обязательно это все добавляем Саша в каком-то танке вечном спокойный только ты орешь все время да ты шумная а он спокойный что я ору а ты не орешь потому что я ничего не слышал на своей волне а я на половину из Одессы ты будешь во мне а эти инстинкты как они говорят кармические мои эти гены а там какая-то школа сияние я читал это сияние да это Саша заходит издалека да как будто там написался я слышал есть такая школа да я слышала есть такая школа сияние я читал я потом целый день смеялся очень долго и мне нас припредставили как это где ты увидишь свет из-под столика в ресторане отведим уже к столу скажи что его пиздец я после я расскажу чего облучают что он попал да высоких технологиях чего облучают на деньги на его и так порезали дверь что там девчонки пишут ребята так обожают наши щебетания как наш вообще мерзкий урон молоко выпариваем да выпариваем пока полностью оно необычно красивое обычно ты уродливая и шумная а теперь ну обычно я красивая всегда красивая а сегодня я и дихая красавица сейчас тоже бывает петрушка укроп подойдет но укроп не знаю но лучше все-таки кинзу или петрушку можете зеленый лук можете зеленый лук я за Александром все повторяю ой я даже свою подружку там вижу ну как кирожки с зеленым луком и яйцо на супер да я обожаю одиночество Олеся ну что Олеся для вас тоже работа есть в Молдове приезжайте нам надо помочь штукатурить да штукатурить надо помочь да надо штукатурить вам кондитерскую что плитку положить в кондитерскую не надо там уже есть мы только лимон а мы сверху еще раз положим мы тут снимем продадим и положим вам другую а на разнице мы отдохнем еще недельку здесь ну когда они же договариваются о ремонте Сашиной кондитерской потому что Александрин она строитель по профессии как это о слушай не смешно звучит а мы еще закопаем хоть ими площадку у тебя там пошли у нее реально строительная компания это очень смешно посмотрите на этого строителя с таким задом так что там пишут то а в Мексику что в Мексике в Мексике тоже можно еще она невероятная администратор мы решили сделать ее администратором нашей магической школы то есть она вот так она будет там демоны налево ангелы направо крылья сдать номерок 14 кто потерял перья тот будет оштрафован и так что нравится в Швеции мне в Швеции нравится в Швеции помнишь мне в теннисе нравится теннис мне в Швеции в Белонике да я такая настоящая вы знаете а все такие не настоящие а настоящие так сметана что сметана значит делаем тесто значит смотрите рецепт простой может почистить яйца пока да можно чистить яйца уже значит 10 яиц мы делаем все в два раза больше под холодом по парадам смотрите для теста нужно 200 сливок перед питанием 200 муки и 3 яйца но так как мы все это увеличиваем два раза мы сделаем большой пирог и маленький то все в два раза значит 4 раза до сих пор все в два раза он останется знаешь он уже привык что он самый ужасный где кондитер когда стоит за пирожное да ну пирожное могут храниться три дня 72 часа поэтому за три дня ты должен хранить 10 дней у нас остаются только они переберут домой они не детей своих кормят и бедные дети все вам пиздец все давайте потом напишем так лисы у нас есть да кормить детей просроченными пирожными как это аморально аморально есть но как бы детям можно дети живучие они даже коронавирус переносят да они не болеют они вообще не болеют слушай человек в детстве только не жрала знаешь мы этот ели он как жвачка жевался как же его называется забыла как называется такое черное что те которые которые электронные электронные капризы потому что на этих высоте сложно значит мы делаем на большую форму значит вместо сметаны вы можете взять сливки фефир можете сделать на молоке на тибис на чем хотите на простокваш у меня есть все да гудрон правильно гудрон кто не жевал гудрон а что такое гудрон 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 именно на самом видном месте ну да не надо не пишут президенты почему зачем президенты лукашенко ой я хочу беларуси я бы стала там же самые красивые мужики да там самые красивые мужики я хочу быть президентом в беларуси президенткой ну мне в моем крюки тоже не учили ну ладно тогда здесь останется да эти должны быть очень красиво почищены или так они ну там не важно мы же это все в начинку так конечно вот так сделать тогда будет больше кажется так значит мы делаем на большой пирог поэтому 400 граммов сливок или сметаны можно вместо сметаны кокосовое молоко но просто он будет не такой вкусный ну да со сметанкой то вкуснее со сметанкой то вкуснее со сметаночкой да так значит десерт облачко макарошки пюре да 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 так тебе же нельзя я на диете ты видела что я съела полграмма да можно посчитать калорий 30-ти процентная сметана в кабачки молоко добавляем александр вы один не ругаетесь матом нет он ругается он просто на ругается в утере знаете как он утереется это вообще что немыслимо я не хочу такого не смешно таски а он не договаривает чудовищный чудовищный сквернослов чудовищный ну иногда когда могут довести меня я могу маком сказать а что надо сделать чтобы довести мне кажется ничего один раз сказал второй раз сказал третий и потом уже могу на третий просто подошел и прыгнул ножом да молча так можно пропорция гудрона ну слушайте сколько наковыряете гудрона с бочки вот вам все пропорции так 400 граммов сливок или сметаны 6 яиц добавляем сюда так почему я не снимаю что я совсем жар это под позор 6 яиц давай добавляем 6 яиц ты куда снимаешь я буду на котлеты из влася я хочу снять свой рецепт разогретый инстаграм и не разрешают а почему ты не открываешь сегодня потому что мой парень мне не разрешит потому что она открыла а ее мужику 8 человек написала а что она говорит она уже свободна тогда можно там к ней подкатывать да такая популярная да да ну смотри какая она зажиточная да она еще писать умеет знаешь какие-то голодные были просто поесть хотели нет на самом деле Александрина это моя курсистка мы дружим очень с ней давно уже лет наверное 4 уже лет 20 да уже лет 20 так слушай это очень красиво я хочу снимать так яйца со литками со сметаной пов ESPN замри на секунду давай умираем не у нас метана сколько их простите у вас 5 и за он данный большой пирог 6 все что мы делаем это мы умножили на два для гномиков небольшой общага поэтому который большой пирог так добавляем 400 граммов муки сюда 400 граммов муки добавляем муку отдельно и все за саши повторяешь для этих отсталов 400 грамм муки на 400 сметаны 400 это запомнить один к нам пишите так начинка готова 400 муки муки и две чайные ложки разрыхлителя так 400 граммов иди хватит же не до вес обратно добавьте 6 граммов хватит так 400 граммов муки и добавляем разрыхлитель так как у нас бель дрожжевой сашу я прям твои фанатки мартышка кто мартышка кто мартышка ябарисич любит прошу йогурт можно тоже конечно да ябарисич любит так пакетик разрыхлителя добавляем так у Ники много да у девочки вы не хотите знать так не просеивать муку нет мы не просеивали ну лучше просеять ну лучше просеять потому что мало ли там могут быть комочки я почему сразу не добавляю потому что разрыхлитель нужно хорошо перемешать с мукой чтобы равномерно все это там это поднимался пирог видите равномерно будет подниматься это в одном месте будет много в другом мало поэтому разрыхлитель хорошо перемешиваем с мукой и потом ее начинаем запросить муку засыпаем постепенно разрыхлитель сколько грамм если на 200 грамм то примерно 10 грамм если на большой кировке возьмите 20 чайную ложку на 200 грамм потихонечку добавляем муку просеиваем и перемешиваем вот такое у нас тесто элитная ситечка вот такое у нас тесто шикарное у нас тесто я не смогу с ними расстаться ну что я езжу как офигня но я ненавижу но мне она нравится перемешиваем чтобы не было комочков муку вводим постепенно это быстрый капустный пирог без дрожжевой есть еще долгий есть еще долгий если сделать на дрожжях дрожжевое тесто там конечно часа три надо снимать этот пирог я назову Саша Александров у меня пирог Серафим а твой пирог лучше у меня назоваться капустный пирог Александров Сашенька а у тебя какой Серафим этот живой как Татьяна Штолцова но он такой прям значит такой стекальный такой прям я тоже иногда делаю но сейчас уже давно наделал обучить тесто прямоугольником нарезаете по краям по краям по краям надрезаем и потом заворачиваете в косу ну в интернете можете набрать капустный пирог там прям видео есть ну что пишут что ты красивый ааа уже устали писать так тесто ленивое печатное есть лунейки да рецепт пирога есть лунейки аааа прощай Палин капустный пирог прощай Палин нет капустный пирог спасибо Вера тогда вот такое получается тесто смотрите ну не поймите его надо посолить тесто у всех бывает где случаются в жизни ошибки тесто надо посолить Саш с броккорем можно спрашивать? можно все можно все можно говорит Саша цветную капусту можете использовать соль добавляем да ааа такой заливной да а еще можно туда писать себе вот эту брызду когда нам привезут сделать нам сейчас из Молдавии привезут тайным рейсом молдавским привезут белое золото белое золото да так мы называем брызг брынзол Ник, обожаю вас на что поставить вот эту форму в водяную баню сделать а есть конечно потому что да подожди вот тут они все да самые обалденные мои плаценты это с брынгой и с яйцом и с зеленью это вообще не просто а можете сюда тоже и брынгу добавить капусту тоже будет очень вкусно ага итак смотрите значит пирог у нас заливной поэтому примерно где-то половину тесто выливаем форму вера моя приборная колбуна так как я учусь магии гадания на картах второго обращайтесь что это по сравнению с тем счастьем которое вас ожидают потом копейки кокетка ника сегодня кокетка такая я сюда такая разная так быстро так не лей меня же она снимается кино так половину теста выливаем форму разравниваем ты знаешь этот человек хотел сделать вот в той формочке нормально в какой я думала что там это в той это был бы порционный я думаю зачем столько много делать пирог порционный капустный без добавки так сейчас я беру вот это вот мы хотим использовать она вообще не понимает это масштаб трагедии масштаб трагедии в моем августовском доме так сливочное масло в тесто не клали нет там сметана там сметана а сливочное масло в прикуску мы будем красиво яйца а как я их красиво почистила так как я кто-то еще может почистить я нет так смотрите вот такая капуста у нас получилась с вами немножко конечно подгорела пахнет невероятно да пахнет детским почему-то у меня детским садиком элитным детским садиком так значит тут еще у меня жидкость давай ее откинем на друшлаг лишнюю жидкость уберем не поможешь что вот этой лопаткой туда все это отжмакать обязательно откиньте на сито или друшлаг чтобы лишняя жидкость вся ушла это 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 просто не были уники в школе и не запомнил сразу я когда мастер-класс провожу по 25 раз одно и то же берем 200 граммов муки берем где ты а то есть просто сколько муки брать нет но меня это поражает когда я готовила медовики по вашему мастер-классу я просто ставила на паузу в тот момент где я остановилась в своих действиях потом продолжала это все очень просто при наличии некоторых мыслительных способностей итак смотрите лишняя жидкость ушла добавляем капусту добавляем сюда зелень сейчас она будет орать да я ничего не делаю я тебя жду я его еще тут запугала вы запугаетесь я не буду все приготовить за одну секунду я тебя ебал а где нужно все контролировать мне да я не могу без контроля контроль и еще раз контроль фрик это по-модному сейчас называется так что нам там 3 яйца 200 грамм слива 200 муки правильно 10 грамм слива молодцы это на небольшой пирог а на большой пирог надо 2 раза больше так некая смотри в капусту добавляем свежую зелень можете добавить зеленый лук зеленый лук лучше обжарить на сливочном масле вы же любите порошки с зеленым луком и яйцом а это у нас будет и зеленый лук и яйцо очень будет очень вкусно теперь мы берем яйца отварные и добавляем это все в капусту так все всем все видно всем все видно всем все видно так нарезаем и еще раз тогда так заверем